О ситуации в Израиле. Сейчас мы детальнейшим образом пообщаемся с Давидом Гендельманом, израильским военным экспертом. Давид, здравствуйте. Мы, как всегда, рады вас приветствовать. Приветствуем, Давид. Добрый день. Итак, появилась информация, что израильские войска прорвали передовую линию обороны террористической группировки Хамас на севере сектора Газа. Насколько мы понимаем, ситуация сейчас довольно динамическая. Вообще, что сейчас в Газе происходит? Опишите, пожалуйста. На данный момент продолжается окружение города Газа и вдавливание внутрь, с продвижением подразделения армии обороны Израиля со всех сторон. Продвижение относительно медленно, потому что нужно зачищать территорию как в наземном, так и в подземном аспекте. Но, в принципе, продвижение на данный момент продолжается вместе с параллельным продолжением нанесениями авиационных ударов. Какие сейчас основные угрозы есть для армии обороны Израиля? В принципе, то же самое, что было. Противник применяет как дистанционный огонь, то есть ПТРК, медометы, снайперский огонь. Так и есть уже довольно много боестолкновений лицом к лицу. После того, как прошли первую полосу, теперь уже бои в основном в застроенной местности. Там парики Хамаса используют в том числе туннели для скрытого перемещения, для того, чтобы неожиданно появиться в Ангеле, Бахтылу, израильских войск. И продолжаются боестолкновения, но армия обороны Израиля продолжает постепенно продвигаться вперед, сжимая кольцо окружения. Давид, скажите, пожалуйста, а насколько часто террористы БПЛА используют? Используют в основном квадрокоптеры со сбросом боеприпасов. В принципе, было уже довольно большое количество, но это пока еще не какой-то действительно значительный фактор, который решительным образом может что-то изменить. Сама по себе угроза известно, понятно, что процентной защиты от этого нет, но применяется, израильская армия применяется в том числе и к условиям. Ну, это, кстати говоря, очень похожа вот эта тактика с БПЛА, согласитесь, тут некий российский след можно увидеть, ведь там и российские инструкторы, говорят, консультировали Хамас, ведь этому всему Хамас мог научиться у армии России, которая эту тактику часто предпринимала уже на украинской земле, в свою очередь. В принципе, это можно делать и без инструктажа от российской армии. Все полтора года наблюдают за различными видеороликами российско-украинской войны, делают для себя выводы. И, в принципе, та же ФСБЛА и Хамас, они уже довольно давно используют те же квадрокоптеры, просто это не было в таком большом количестве, как мы видим в этой войне. В принципе, так как все наблюдают за текущими войнами, все делают для себя выводы, не обязательно, чтобы кто-то именно прибыл. Инструкторы, просто кто-то что-то увидел, решил вложиться в тему, что называется. В конце концов, эти квадрокоптеры, это не ядерная физика, их несложно закупить, несложно переоборудовать, и Хамас их избывает, и все остальные. Это прекрасно, прекрасно могут делаться. Ну вот конкретно по этому инциденту, который только что наши зрители, и вы могли видеть у себя на экране, сбрасывание гранаты на место скопления израильских военных, что-то известно конкретно по этому инциденту, или это просто один частный случай из множества тех, которые уже были? Из особо большого множества, но это не единственный такой случай, просто все-таки не все публикуется. Это отдельный эпизод в районе Байт-Хануна. В принципе, понятно, что израильские солдаты еще не имеют достаточно практического опыта боевых действий в таких условиях, хотя, в принципе, под полтора года российско-украинская война изучается, в том числе, в армии обороны Израиля, в плане практических выводов, в том числе из применения беспроводников и квадроконтеров, но есть вещи, которые пока на своей школе не почувствуют, не научишься. Мы просто увидели один из таких эпизодов, есть раненые, дальше по ходу дела подразделения научатся действовать нужным образом в такой конкретной тактической обстоятельствах. А ведь и так ситуация, как мы понимаем, накаляется. Вот сейчас можно ли же говорить, обозначить конечную цель армии Израиля в городе Газа? Чем это все должно закончиться? Есть ли этому временные рамки? На данный момент официальной целью по-прежнему является свержение власти Хамаса в Газе и уничтожение всех его военных возможностей. Этого зависят и временные рамки. В принципе, даже по плану, сколько их разумеется, скажем, планы и жизни не всегда совпадают. Жизнь жестче, что называется. Но даже по планам отводится несколько недель на захват, плюс несколько недель на зачистку. То есть в сумме мы уже выходим на месяцы. И официально в Израиле уже говорят, что даже военный этап займет не меньше трех месяцев. Это не говоря уже о последующих неких стабилизирующих мероприятиях с переходом к какому-то туманному политическому регулирую. Даже про военный этап мы уже говорим про месяц. А как в Израиле израильское политическое и военное руководство отреагировало на заявление по спреда России при ООН Небензии, который, по сути, заявил о том, что в Израиле нет права на самозащиту? — Конкретно насчет этого заявления пока каких-то ответов не было. Но, в принципе, это все идет в русле политики России с самого начала этой войны. Все заявления идут ровно одно за другим. Непризнание Хамаса террористической организации, принятие делегации Хамаса в Москве, переговоры с ними и все прочее. Резолюции, рассуждающие Израиль. И сейчас очередное заявление, что Израиль не имеет право на самозащиту. Ну, в принципе, учесть формулировку Небензии, Израиль не имеет права на самозащиту, как оккупирующая держава. Я бы сказал, что товарищ Небензия политично рассуждает и, скажем так, недальновидно. Потому что при желании можно ту же формулу применить к России. Поэтому, возможно, ему хорошо подумать перед тем, как говорит такие вещи. — Ну да, это как Хамас, который заявляет, что Израиль не имеет права на существование. И вы знаете, Давид, тут также, ну вот эта информация, она как-то перекликается с еще одной новостью о том, что Иран занял пост председателя форума ООН по, внимание, правам человека. Итак, Иран, председатель форума по правам человека. Ну, что происходит в Иране про то, как при проявлении протеста убили 400 человек, где насмерть забили 16-летнюю девочку. Эти все вещи знает весь цивилизованный мир. И согласитесь, вот такое назначение, оно вызывает очень много вопросов. Это очень мягко сейчас. — Вызывает уже давно не вопрос о смех. Ну, в принципе, организация объединенных НАТО давно всеми этими стами однозных, скажем так, странно, в том числе в плане прав. Человек давно уже опустила свою репутацию международной организации ниже, чем она бы хотела, возможно. Ну, в принципе, здесь тоже ничего нового нет. И Сирия, и Иран, и другие аналогичные страны продолжают заседать, и даже председательство в некогда уважаемых международных форумах. Каждый может сделать свои выводы, что это значит, действительно, важность этих форумов. Действительно ли они отражают какую-то защиту прав человека, если там председательство Ирана? — Давид, а что происходит на северном направлении, где есть иранские прокси? Сирия, Ливан, Хизбалад? Видим, в принципе, с самого начала этой войны еще 7 октября ежедневные инциденты на северном фронте. Сегодня как раз была очередная эскалация, более сильный ракетный обстрел. За него тоже пока официальная ответственность приняла за себя ливанское отделение Хамаса, а не, собственно, Хизбалад. Но Хизбалад тоже постоянно участвует. И так как на все эти обстрелы по ТРК, минометные и все остальные, иранские армии отвечают авиации и артиллерии. То есть у Хизбалад уже около 50 убитых боевиков, только официально заявленных. Постоянно все подогревается. Сейчас все ожидают, будет ли завтра дополнительная какая-то эскалация в связи с горячей Хаса на осралый днем в 3 часа дня. Будет ли к этому приурочено какая-то дополнительная эскалация. Но там постепенно ни одного спокойного дня не было. И, в принципе, сегодняшний день самый напряженный. Начиная с 7 октября. Посмотрим, как это будет активизироваться дальше. Да, ведь более общий вопрос. Вот учитывая то, что сейчас происходит в Израиле. Учитывая ужасающие события, которые более полутора лет уже происходят в Украине. Как вы считаете, вот разговоры о том, что Третья мировая война, она, как говорится, стучится в двери цивилизованного мира. По вашему мнению, это объективная реальность? Она на пороге? Кто-то говорит, что она уже на самом деле началась, просто не все это понимают. Каково ваше мнение? Понятно, что реально обоснованное мнение историки потом могут высказать только задним числом, потому что не первая, а не тем более вторая, например, мировая война. В момент их начала, возможно, еще тоже не было понятно, что это мировая война. Такие глобальные вопросы можно будет сказать только задним числом, пока мы видим сейчас. Несомненно, увеличение количества конфликтов, частично пересекающихся, потому что, если Россия воюет в Украине, то здесь, на Ближнем Востоке, она напрямую не воюет, но она поддерживает Иран, поддерживает Хамас. То есть некий линкедж, некая связь уже есть. Действительно ли это мировая война? Как я уже сказал, историки смогут сказать только заднее число внутри событий, когда все только развивается. Никто это реально обоснованно сказать еще не хочет. Ну а с отношением к государству, которое активно поддерживает террористов из Хамас, в частности, например, отношение к России изменилось? В Израиле, в принципе, на самом деле, если посмотреть на отношения к России, то мы здесь тоже особо ничего нового не увидели по сравнению с прошлыми. Это раундную эскалацию, просто сейчас из-за того, что эскалация гораздо больше, чем обычно, возможно, российские заявления несколько более громкие, плюс эти инциденты, как мы видели в Мачкале и прочее. Но на самом деле Россия тоже не была какого-то резкого изменения курса. Все идет примерно в том же русле, что и было до сих пор. Осуждение Израиля, не осуждение Хамаса, принятие делегаций Хамаса и прочее. Все это мы уже видели в прошлые разы, поэтому разочарования особо в Израиле нет, потому что не было и очарования. Россия, в принципе, более-менее делает то же самое, что и в Сибири. Но не мне вам напоминать об особом отношении на политическом уровне между Израилем и Российской Федерацией в связи с сложной геополитической ситуацией. Во всяком случае, неоднократно подобные заявления звучали из уст различного рода израильских политиков, в первую очередь лидера партии Рикут Бенемин Нетаньягу. Теперь подобные заявления могут прозвучать, как вы считаете? Или, например, в разгар предвыборной кампании появится огромным билбордом, где Нетаньягу пожимает Путину руку и с гордой надписью «Другая лига» пытается таким образом заработать себе новые политические баллы? Сейчас в данной конкретной политической обстановке нет. Эти плакаты были в другое время. Да-да, я понимаю. Тем не менее, я спрашиваю про сейчас. Сейчас нет, но от политических деклараций до каких-то практических шагов еще далеко. В конце концов, главная причина для Израиля – не обострять излишнее отношение с Россией. Это был вопрос по Сирии и по Ирану. Израилу очень важно сохранять свободу рук в Сирии в условиях наличия российской военной группировки. Плюс весь вопрос инотехнического сотрудничества между Ираном и Россией. Поэтому, несмотря на всю эту политическую поделку со стороны России, в сторону Хамаса и Ирана, мы все еще не дошли до уровня, когда действительно нам уже не важны эти практические вопросы в Сирии. Несмотря на всю риторику, на все декларации, это все еще по-прежнему важно. Еще не дошли до уровня, чтобы Израиль намеренно пошел на конфронтацию с Россией. Потому что это пока, как минимум, на данный момент может помешать нашим собственным военным действиям, как минимум, в Сирии. — Давид, скажите, пожалуйста, сейчас все больше и больше в различных пабликах, в аналитических материалах прессы употребляется словосочетание «ось зла». По вашему мнению, эта самая «ось зла» уже окончательно сформирована или некоторые государства еще смогут умудриться к ней примкнуть? — Теоретически могут примкнуть вопрос, не будет ли слишком много противоречий. Например, та же Турция, с одной стороны, тоже поддерживает Хамас, в том числе ведет переговоры с Ираном, в том числе и по этому вопросу войны в Газе. Насчет России у нее тоже амбивалентные отношения. — Нет, это не факт, что, допустим, та же Турция может действительно присоединиться к этому союзу России и Ирану, потому что, в конце концов, у них также много противоречий, в том числе по армяно-азербайджанскому вопросу и прочее. То есть войска таковая пока более-менее сформировалась. Насчет дополнительной страны пока не факт, потому что, действительно, кроме резонов за то, чтобы присоединиться, есть еще много противоречий. Но там, действительно, еще посмотрим, как все будет развиваться, что перетянет в какую сторону. — Относительно американского присутствия в регионе, оно усилилось, оно остается тем же, как и было неделю назад, после того, как вторая часть авианосной ударной группы подтянулась? — Более-менее так же, но, в принципе, хватает этого. Даже те американские силы, которые уже находятся в регионе, в случае большой войны, это уже очень весомый факт. Дальше по обстановке, в принципе, перебрасываются дополнительные контингенты. Другие страны, даже в той же Германии, на случай, например, не придется ли проводить массовые эвакуации иностранцев из Ливана, если начнется большая война между Израилем и Хизбаллой. Поэтому и Германия разворачивает свои подразделения, в том числе на Кипре, и большие подразделения переброшены также и в Израиль. То есть движение идет, если говорить конкретно про Соединенные Штаты, даже того, что есть, в случае чего хватит нанесения мощного удара, дальше, опять же, в зависимости от развития обстановки. Если, например, начинается большая война на Северном фронте, то вполне возможно, американцы решат перебросить еще, чтобы как минимум удержать Иран от прямого вступления. А возможно, при некоторых вариантах вступить в войну напрямую, даже против Изболы. Но мы еще до туда не дошли, поэтому посмотрим. Но на данном этапе основная задача – это сдерживание. То есть сегодня присутствие контингента других войн и присутствие контингента других государств является фактором сдерживания? Американцы, в первую очередь, перебросили свою группировку именно как фактор сдерживания. И не просто так на высшем политическом уровне Байден и Блинкен и Остин заявили, мы говорим всем странам и организациям, которые хотели бы извлечь пользу из сложившейся ситуации, не делайте этого. В случае, если вы это делаете, мы ответим в военной силе. То есть это прямая незавуализованная угроза Ирану и с болеющим прочим, чтобы они не открывали дополнительно фронты против Израиля. Действительно ли применят США против них военной силы, это мы посмотрим. Но пока, как минимум, угроза уже есть. Это именно фактор сдерживания. Соединенные Штаты не хотят разрастания этой войны в Гази, большую, ближневосточную войну. Разумеется, весь вопрос удастся ли им это, они положили на чашу виску. Да, но я не думаю, что кто-то адекватный из игроков мировых захочет сохранения такой группировки террористической, как Хамас, которая может нести угрозу не только для Израиля. Давид, спасибо большое. Спасибо за комментарии, спасибо за оценку ситуации. Давид Гендельман, израильский военный эксперт, присоединился к нашему эфиру. Благодарим. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова